Хотите проинвестировать в новостройки? Идите на канал «Хочу квартиру» и я вам расскажу, куда идти, а куда не идти. Новый выпуск про инвест, проекты на рынке новостроек. Срочно смотри на канале «Хочу квартиру» и беги подписываться на канал. Всем привет, дорогие друзья, любители новостроек и инвестиций в недвижимости. Я снова с вами, Никита Журавлев, на канале «Хочу квартиру», где буду рассказывать об инвестициях в новостройки. Что такое вообще инвестиции в новостройки? Это когда ты заходишь на котле, ждешь, когда построится и выходишь, когда уже построено. И на этом ты зарабатываешь свою маржу. Довольно неплохой показатель был у меня, смотрите прошлые выпуски. И, соответственно, у многих людей, кто столкнулся с этим инвестиционным продуктом, получились неплохие показатели. Но и все, собственно говоря, ломанулись в инвестиции в новостройки. Что же сейчас происходит? А происходит какой-то адок. Дорогие друзья, это просто адок. Цифры просто какие-то космические. Все решили заработать на новостройках. И что мы видим? Все побежали покупать и новостройки просто космически взлетели. У меня даже иногда возникает вопрос, а будет ли у них такая доходность? А ожидания, которые выстраивают для себя инвесторов, которые заходят на котлование, оправдаются ли? Что такое вообще инвестиция в новостройки? Вообще считается, что 10% годовых – довольно хорошая доходность. Консервативная, но хорошая. Вообще 20%, которую показывает в последнее время новостройки, это тоже хорошее. А 30% – это вообще космос. И за последний год очень много проектов показали довольно неплохой рост. Почему? Потому, что спрос у нас хороший. В августе спрос дал нам плюс 30% по Москве к 2019 году. Сегодня все просто ломанулись покупать новостройки с ожиданием того, что вырастет цена и они продадут в 20%, 30%, 40% доходности. Мы специально с телеграм-каналом «Инсайды о недвижимости», если вы еще не подписаны, то ссылка вот там будет внизу. Подписывайтесь на канал и будете в курсе, что происходит в новостройках в моменте, какие проекты выходят, по какой цене и какая там доходность, подготовили небольшой списочек о том, куда можно сейчас пойти проинвестировать. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, обращайте на то, какая цена и по чем вы можете выйти, когда у вас будет проект закончен. Смотрите и принимайте самостоятельное решение, думайте и аккуратно заходите. Итак, за сентябрь только вышли проекты «Форивер» от «Инграда», «Хайт», «Левел Причальный» от «Левелла», «Профит» от «Гранеля», «Титулы на «Якиманке». Раз, два, три» – очень много проектов. И как в них разобраться, ну, с ума сойти, мне постоянно звонят и обращают, куда инвестировать, куда инвестировать, а я уже сам не понимаю, куда можно инвестировать. Цены – 270 тысяч за метр, 300, 320, куда? Котлован уже выше вторички, но мы подобрали вам немножечко проектов, на которые стоит обратить внимание. Что у нас сегодня есть, куда ваше внимание хотелось бы заострить перспективные проекты, которые мы ожидаем буквально выход осенью и на них сделаем акцент. Первое, на что хочется обратить внимание – это «Главстрой» на «Краженовского 31». Обещают осенью выйти, неплохая локация, если они выходят по 220 за квадратный метр, в принципе, до 290 они отрастут и это неплохая будет доходность примерно в 30-32%. Поэтому «Краженовского 31» стар 220 смело можно залетать. В следующий проекте, который хочется отметить и донести до вас – это от «Афи Девелопмент». «Афи Девелопмент» ожидается на Старокалужском шоссе, «Афи Парк» будет называться. Они хотят стартануть осенью. Если они стартанут по 210, то также по 280-290 можно долететь. Неплохая локация рядом с Воронцовским парком. Следующее, что тоже бросается в глаза, как инвестиционный проект – это открытое шоссе, дом 14, «Талисман» на Рокоссовского. А «Триэс Групп» должны вот-вот-вот стартануть, по данным плюс-минус должны выйти по 170 тысяч за квадратный метр. До 220-230 точно дорастут, поэтому плюс-минус 30% можно взять. Ожидается еще выход Мичуринского 30Б от Ташир – это транспортно-пересадочный узел. Там сейчас немножечко конфликтуют с общественным мнением, с людьми, но, я думаю, они выйдут и, если они выходят по 220, там очень хороший будет задел. Еще отмечает проект «Инсайда о недвижимости» «Варшавская 143». Если они выходят по 145, то до 180-190 долетят и стоит тоже на него обратить внимание. «Вильгельма Пика-3» – проект от ФСК «Жилой комплекс» или «Квартал» или «Комплекс». «Три башни» – это, скорее всего, «Комплекс». «Жилой комплекс» на «Вильгельма Пика-3». Очень хорошая локация, жилой комплекс «Режиссер» от ФСК, 215 старт продаж, буквально был вот-вот-вот. Довольно интересный проект, на который стоит обратить внимание. Почему? Локация. Локация очень крутая, и ценник там будет расти до 350, точно отрастет, потому, что можно замеры сделать. Чуть-чуть подальше там ботсад находится. Еще интересный проект, который ожидается от «Главстроя» также – это «Даниловская 8». Это прямо на набережной Даниловской набережной. Очень неплохо он находится прямо на реке, прямо на Павелецкой. Почему тут пишет «Инсайдер недвижимости» Павелецкой? Чего ты там путаешь? Это «Тульская». И там будет башня и неплохой проект «Даниловская 8». Что хотелось бы еще отметить в нашем сегодняшнем выпуске? А, ожидаем «Шиногина-2». «Шиногина-2» – это на шлепихе, это ДСК сносят от ФСК. Они очень ждут разрешительной документации. Если они выходят по 195, то отличная инвестиционная привлекательность этого проекта. Это рядом с жилым комплексом «Сердце столицы». Сегодня очень много проектов, и вы все обращаете внимание, куда идти, куда не идти. И я хотел бы вас ограничить и показать проекты, в которые не стоит заходить, потому, что там ценник уже перегретый. Они вроде бы только стартанули, но уже цена зашкварная. Первое. Жилой комплекс настоящий. У настоящего уже 340 за квадратный метр. 340 от «Центра Инвест». Посмотрите, что происходит там. Если вы заходите по 340 и посмотрите, что там есть уже в этой локации на «Старичке», то там уже эта цена. То есть, роста цены там уже не предвидится. Может быть, он будет там паскутенький, но в целом настоящая уже перегрета. Жилой комплекс, ну, как жилой, апартаменты, слава. Вот здесь произошел, конечно, полный зашквар. Просто полнейший. Буквально сегодня стало известно, что там цена метра 400 тысяч. 400, дорогие друзья, это на белорусской апартаменты. И что они говорят? Что 50% у них выкупили уже на старте бронирование. То есть, брони были по 270, 220, 230, до 270. И все выкупили. И сейчас они вышли по 400. Туда уже даже смотреть не стоит. Этот скандал уже идет, потому, что проектно-финансирование Дум.РФ и партнером выступает Дум.РФ. И там уже идет небольшой скандальчик. Поэтому слава перегрета в мясо. Левел Причальный у нас вышел. Это Левел Групп. И вы знаете, что я хочу сказать? 280 за квадратный метр на старте продаж, но это тоже зашквар. Ребята, вы посмотрите. Жилой комплекс сердца столицы. По этой цене можно купить вторичку. Зачем идти, когда рост цены у тебя будет максимум 5-7%. Поэтому инвесторам в жилом комплексе Левел Причальный делать не так. У вас там не будет роста. А если вам нравится локация, вы покупаете для себя, зачем вам сейчас завораживать деньги? Через 3 года, когда построится, цена будет 300. И тогда и зайдете. «Расцветай влюблено» – это от компании «Расцветай». Это региональные ребята. Что они нам тут показывают? Показывают они нам 205 уже за квадратный метр, но влюблено – это уже зашквар по большому счету максимум. Они вырастут на 220. Поэтому особо туда лететь не стоит. Это 40-летие октября, дом 7, 215 они будут на финише, 205 сейчас. Потенциала роста там уже нет. Выбирайте себе проекты, которые вам будут нравиться. Это хорошо, но смотрите все рационально. Надо смотреть цифры, по чем выходит и сколько будут стоить на этапе сдачи. И тогда вы поймете, есть ли там инвестиционный лад или нет. Не делайте ошибки. А вообще, многие уже инвесторы хотят сейчас, которые вошли весной или летом, зафиксироваться в цене, продавать по переуступке, выйти в деньги и затихомириться, как и я сейчас делаю. Сейчас я сильных проектов на рынке не вижу, которые могут дать хорошую прибыль. Потому, что ажиотаж, дорогие друзья, идет, ажиотаж. А на ажиотаже заходить в инвестиционные проекты довольно, так сказать, не очень комфортно. Потому, что сейчас весь спрос вымоется. Сидеть с этими квадратными метрами на жопе ровно. Не торопитесь сейчас залетать. Вы не упустите ничего. На сегодняшний день у меня список из 30 объектов, которые ожидаются к выходу в 2021 году, весной, зимой. И довольно неплохие есть проекты, которые ожидаются, в которые можно зайти. Поэтому, если вы боитесь упустить свою выгоду, тогда идите. Я не могу вас ограничивать. Но я засяду, буду смотреть какие-то хорошие локации, хорошие проекты и ждать. А на сих, дорогие друзья, я хочу вам сказать, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать наши выпуски. Оставляйте свои комментарии, куда вы проинвестировали или смотрите во что бы инвестировать и, конечно, лайки. Спасибо вам за просмотр. Оставайтесь на канале «Хочу квартиру». До новых встреч! Пока!